Всем привет, друзья! Всем-всем-всем горячий Буэнос-Диас из Урагуая. Давненько у нас не было никаких новостей с моря, с берегов океана. Очень давно. Я знаю, у многих из вас сейчас, наверное, зима, холодно, может быть, даже у кого-то и снег есть. Всех поздравляю с прошедшими рождественскими новогодними праздниками. Как видите, у нас замечательная погода, народ играет во фрисби, то есть летающую тарелочку кидают друг в друг, летающий диск. В Америке эта игра называется фрисби, даже у них есть спортивные соревнования, фрисби-бол, по-моему, называется, но это неважно. Значит, это у нас Урагуай, население страны около трех миллионов, и это у нас берега Атлантического океана. Здесь мы можем видеть даже большой круизный корабль, вот там он идет в столицу, там у нас находится столица с правой стороны, по кадру. Она называется Монте Видео, я когда был очень юный, думал, что это Монте Видео. Я всю жизнь любил смотреть видео. Так, здесь у нас маленький поселок, маленький поселок. Hola amigo, ¿qué tal? Окей, это мой друг местный, передал всем привет. Значит, уругвайцы, замечательные люди, неторопливые, беспечные и обеспеченные. Значит, уругвай очень дорогая, обеспеченная страна, как я и говорил. Самая дорогая и самая безопасная. У меня уже два раза по мелочи оборвали, у меня украли еду, пока я тут занимался кемпингом. Так, если есть какие-то вопросы, пишите внизу в комментариях, пожалуйста. Значит, впереди у нас главный роскошный курорт. О, там вот, вот там на горизонте. И уже видны небоскребы, отели, многоэтажки. Это местная Монте Карло. Всей Латинской Америки, все богачи живут и отдыхают там. А у нас сейчас сезон отпусков, у нас вообще лето. Лето сейчас у нас. Днем стоит жара около 30 градусов, иногда и выше. Называется это место, вот то, куда мы смотрим сейчас, называется оно Пунта-де-Леста. Сейчас я вам покажу местные красавицы. Вот так выглядит местные красавицы. Значит, как видите, они невысокие. Так, мы так отвлеклись. Итак, Пунта-де-Леста. Впереди у нас местная Монте-Карло. Следите за новостями, там будет очень интересно. Там катастрофически дорого. И есть вот одна беда в этой стране. Запрещено открывать палатку вообще везде, кроме платных кемпингов. Кроме официальных кемпингов. Вот такие вот дела. Если что-то я забыл, простите, пишите в комментариях. Это не последний ролик из этой страны. Значит, мое путешествие здесь только начинается примерно. Может быть, может быть, будет скоро середина него. Все хорошо, а будет еще лучше, друзья. Не забываем подписаться на этот канал. Ставим лайки, жмем колокольчики. У меня вообще все отлично. А будет еще лучше. Сейчас пойду купаться. Как видите, урагвайцы это изнеженные такие существа. Вообще. Мне тут недавно сказали, что у них зимой. Зимой. То есть, тогда, когда у нас лето, у нормальных людей. Июнь, июль, август. У них зима. И так у них погода 15 градусов тепла. И все болеют. Для них это очень холодно. 15 градусов это просто катастрофа. Вот. Соответственно, сейчас никто не купается, потому что волны, как видите, и холодно. Ветерочек маленький. Ветерочек такой, что вы меня слышите, и его вообще не видно и не слышно. Этого ветерка. То есть, я его не ощущаю. Это не ветер для меня. Для опытного моряга и путешественника. Это такие изнеженные существа. У них не бывает ни снега, ни температуры ниже нуля. Это, к слову, обуругвайтик. Так. О, полетел самолетик. Подписываемся, друзья, на этот канал. Ставим лайки. Делаем их черного цвета колокольчики. Делимся роликом с друзьями обязательно. Так. И пишем комментарии внизу. Непременно. Всем огромное спасибо за просмотр. Это берег Атлантического океана. Никто не купается, как видите. Вообще никто не купается. Потому что солнце садится, волны набегают. Все боятся. Так. Спасибо. Увидимся на краю света. Пусть будет мир в вашем доме. Пусть будет мир в вашем доме.